Ирина Слава Богова! Бой! 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 Встречается как-то боляк, русский, немец, белоруса, маленькая девочка. И говорят, здравствуйте, на сцене плюшки имени Ярослава Мудрого. Будет дверь. Бой! 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 Серьезно, встали! Бой! 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 Все-таки докнал поездок. Максим, я Андрей. Дослушаю. Вчера в деревне у бабушки в озере голову мою. Глаза чем-то щипало. Думал шампун. Открываю, а там два гуси стоят. А так что за пред? Моя маленькая истеричка. Девушка, когда с небес на землю подали птиц, не ели? Нет, не ела. Умничка. Да, ты тоже серьезно получила мой подарок на оброждение? Да, получила. Старую крышку. Попш, это Белпочта. Я ничего не отправлял. А ты не забыл, что в начале выступления обещал ему не мешать? Вообще-то это был сарказм. Вы вообще ничего с сарказмом не понимаете. Ну, кроме настюхи. Спасибо. Это был сарказм. Клюшкин Ярослава Мудрова, поехали! Клюшкин Ярослава Мудрова, ну, немного поехали. Лидия началась. Парпа. Музыка. 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 Посидим до утра! Мамочка. Мамочка. Давай вот там просидим до утра! Не, ну что я делаю не так, а? А следующую киньотюру придумал наш мэр, и мы его украли. Да, мы воруем мэра. Один-один. В мафиозе в трикмахерской. Если с головой у него сыпь, подернуть один волосок. Накажу. Слушайте, ну вы тоже должны меня понять, у меня семья, дети. Да, я когда уже привык. А если кто-то из вас захочет подать на нас в суд за нелогичную концовку прошлого номера, у вас ничего не выйдет, потому что был документом, мы не команда ПВН, а Вишневый Ташпай 2006-го года. А знакомство через интернет — это всегда адрес. Какая-то ошибка. Я просто по интернету с молодым человеком познакомилась. Да-да, это я. У меня там просто фото по поясу. Я хотел вам написать, у меня интернет закончился. У меня просто тариф гиги за шаги как бы. Русалка не существует. Русалка не существует. А вот русалок нафига. И вообще, если русалка вставали, я перед тобой не распинался тут не стоял. Главное, сразу немного о себе. Любимые фильмы. Губка Боб в квадратные штаны. И Брат 2. Какой-то очень странный выбор. Ну, а не, а выбор жизнь. Подождите, я, наверное, помню. Подожди. Ты хочешь уйти, не услышим чудесное пение Русалка? Какая чудесная музыка. У нас в море нет ни берез, ни кедров. Чтобы попасть на дно, не нужна виза. Я вырос. Только не 7 километров. Вот кто продавал жизнь сам в визе. Раунд! Подождите. Я тебе, пожалуйста, еще один шаг. Горишь? Да могу так просидит до утра, да что я делаю не так, а? У нас наш следующий номер как пьяный батя. И веселый, и жизненечный. Мать нашла в копке у сына пачкала сигареты. Наш сын курит. Ну, полюбурься. А ты красивый. Да. Поговорите с ним. Ладно. Помню. В стрельбаре сижу. Никого не трогал. Но это не моя инициатива. Правила не такие. Нет. Давай поделай. Ладно. У меня батя Фанербанка тоже заболел, что я курю. Говорит, кури при мне все пачку. А на ты что? Я что взял, курнул? Он говорит, ты дебил. Как тебе? Три дня без сигарет буду сидеть. Ладно, вот ты куришь, поэтому у тебя и девушки нет. Вообще-то у меня есть девушка. Ну правильно, ты куришь, ты крутой парень, поэтому у тебя есть девушка. И вообще-то не дограждай мне сигареты. Ты мне сам даешь. Под каким предлогом? Бать, дай денег на синий. А, так синий это сигарета. Я думаю, это остров в тихом океане. Я думаю, ты на него куришь, а потом меня туда перевезешь. Ладно, если серьезно, мне в кольческом мужчина, который курит. Бать, зачем ты мне на улыбку, господа, офицеры поешь? А слушай, ты в припеву фиген. Пойми, жизнь она одна. У тебя, у меня, у матери твоя одна, у кошки одна, ты вчера видел. Так что, понятно, ухожу. Вот так вот всегда, друзья, кормишь их, поешь. А потом настоят момент, когда они расправляют крылья, и их приходится отпустить. Пап, ты чего тут? Да я сюда опять несу, около 5, но вспомнил. Дело в том, что наша команда изначально создавалась как сюрприз жениха для передачи «Давай поженимся». А иногда хозяева своим мастер-приимством ставят тебя в неловкое положение. «Вагдан, привет!» «Привет, Ваня!» «Слушай, извини, что так поздно, я с документами». «Да ничего страшного, слушай, может зайдешь?» «Как-то неудобно, 2 часа ночи ты с жена твоими недолюбой». «Ну, Дива, я дома готовлю. Она у меня гостеприимная. Заходи». «Хорошо, да». «Слушай, может, перекусим?» «Ну, давай». «Люда!» «Люда, просыпайся, Валера пришел, есть, хватит!» «Хорошо, остановим». «Слушай, мне надо, зачем?» «Да ладно тебе, она любит готовить». «Мам, хорошо». «Те более, она весь день не спала. Прекурность температуры будет 40. «Люда!» «Люда, приготовься, Орлок!» «Люда, на свою первенную трухо дахну!» «Ага, уже готовлю». «Слушай, ну это лишнее». «Да ладно, слушай, может, пока еда готовится, фотки садишь к вас?» «Ну, давай». «Люда!» «Люда, разбуди Артемку, пофотографируй его!» «Валерия фото сына хочет посмотреть!» «Да ладно, не надо бомбать». «Ненавижу, дядю, пофотографируй его!» «Люда!» «Люда, тащи шампанское!» «Артемка заговорил!» «Быстрее!» «Слушай, а что ты так жестко-то с ней?» «Да я ее с любовником застал». «Да, Валерия?» «Да год уже прошел, я что-то постоянно вспоминаю». «На следующую миниатюру написал Руслан Алихно». «Многие думают, чем он сейчас занимается, а он нам миниатюру пишет». «Практически каждый сталкивался с ситуацией, когда при просмотре фильма в кинотеатре, кто-то постоянно мешает». «Мужчина, это первый ряд!» «На метр отойдите нормально, пройдите». «Это мое место, здесь моя шахта лежала». «Вообще-то, листа по билету». «Да, по билету». «Надо бы тут здесь». «Да ладно, вы мне не мешаете». «Кстати, первые два фильма, можете попасть и целоваться, а вообще ничего интересного». «Ух ты, их всех убили». «Конец, зашибись, фильм посмотрел». «Это же трейлер, фильм еще не начался». «Я знаю». «Ольга Кузова, конечно, уже не та, да?» «Это винтизм». «Я знаю, зачем». «Вы, может, уже ответите на звонок, а?» «Мне никто не звонит, я музыку слушаю». «Ну так слушаю и в наушниках». «Е». «А?» «А?» «Е». «Е». «Да». «Давайте нормально кино посмотрим, хорошо?» «Вы пересадим». «Да, давайте пересадим». «Мы пойдем, пойдем». «Подождите». «На самом деле, я фокусник». «И в качестве извинения...» «Можно я вашей девушке небольшой фокус покажу?» «Что это у вас там за ушком?» «Оп, ай, круто, извините». «Соня!» Дорогие друзья, к чему мы все это показали? Вот, вы придетесь сегодня домой, скажете, какой класс на ХВ не был? А вас спросят, ты что, на ХВ не была? Ну да, а че ты меня не позвала? Я звала, не звала, я звала, не звала, я звала, не звала, Я звала, не звала, подожди, мне вообще откроют за это Сболки 500 рублей, в смысле сболки 500 рублей? Это мои 500 рублей, их откладывал все на свитер Ты че деньги с семьи воруешь? Все, мы разборимся, Максим останется со мной К чему мы это? Когда придете домой, скажите, что более алиэр АПЛОДИСМЕНТЫ Переподавайте, что балкона у меня не располагаю, И балк отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь он хорошо был АПЛОДИСМЕНТЫ